Наверное, такие, которые совершенно абстрактны, просто функция f. Вот смотрите, может возникнуть желание... Смотрите, мы говорили, что есть модификатор public и private. Public означает, что к данному мемберу можно обращаться. Public отовсюду в программе, private только изнутри этого же класса. Вот может возникать желание, когда вы делаете классы, чтобы к мемберу можно было обращаться, например, только из этих классов и из производных. И в этом случае мы можем пометить его protected. В каких случаях такое возникает? Я бы сказал, что чаще всего это примерно следующее, как оно выглядит. Что в каком-то смысле мы задизайнили наш базовый класс таким образом, чтобы люди могли от него наследоваться. И для их удобства предоставили какие-то специальные функции для них, которые мы пометили protected. Потому что мы считаем, что эти функции нужно использовать только в производных типах. Проблема в том, что возникает вопрос, что мы можем сказать про инвариант базового класса. То есть вот эти вспомогательные функции, которые protected. Правда ли, что они полагаются на то, что инвариант класса выполнен и по окончанию он выполняется? Тогда, может быть, они должны быть паблик. А с другой стороны, может быть, если эта функция может портить инвариант, или если она должна вызываться, когда инвариант не выполнен, то, может быть, она вообще не должна быть в паблик интерфейсе. И я бы хотел сказать, что вообще говоря, когда делают вот такие вот, если иерархия умеренно большая, то действительно бывает очень сложно вообще понять, а какой там у классовый вариант. То есть, я не знаю, допустим, мы здесь заверайдили функцию, а вот это вот, не знаю, f, который в базовом классе, например, кто-то ее вызывает. Правда ли, что она вызывается, когда инвариант базового класса выполнен? Правда ли, что она вызывается, когда инвариант трайк класса выполнен? Там подобное. Я скажу, что лично я часто сталкивался с тем, что ответа на этот вопрос нет. То есть, эти функции именно вызываются где-то там в потрохах, в промежуточных каких-то операциях. И из-за этого бывает очень сложно просто рассуждать о программе. То есть, вы уже не можете как бы отдельно рассуждать, что типа вот у меня есть этот класс, вот у меня этот класс, я их как из кубиков собираю. И чтобы понять, какой у вас инвариант, вам нужно в каком-то смысле видеть всю иерархию. И тогда можно уже сказать про инвариант чего-то. Либо целиком как единого целого их, либо бывает даже иногда, что еще какие-то вот эти объекты, которые настраивают поведение, они тоже имеют какое-то свое состояние. И что вся вот эта группа объектов, она имеет как бы общий инвариант. То есть, я бы сказал, что, сразу скажу, что чем менее у вас вот так вот локализован инвариант, тем обычно сложнее рассуждать о коде. Потому что вам, когда вы делаете модификацию, вы же хотите понять, типа не сломает ли это чего-нибудь. Если у вас инвариант такой сложный, размазанный на много типов, то бывает вообще понять тяжело. А что вообще, что можно в этой точке дела, что нельзя и тому подобное. Поэтому Protected в принципе используется. А на функции f, если мы ее оверайдим, то на ней сохранится модификатор Protected. Я скажу так, что оверайд функции и модификаторы, они в каком-то смысле параллельны. То есть, вы можете оверайдить функцию и дальше в заоверайденный сделать модификатор доступа, какой хотите. То есть, вы можете здесь вот заоверайдили ее и сделать ее, там, не знаю, паблик. Можете там, не знаю, заоверайдить ее и сделать ее private. Ну, то есть, как бы, вот, да, модификатор вот этой штуки и вот этой штуки не обязаны совпадать. Ну, да, то есть, как бы, вот, оверайд, он параллелен, вот, скажем, модификаторам доступа. Окей. То есть, да, поэтому я вас, как бы, прошу так, что, как бы, ну, понятно, что Protected бывает в случае, когда достаточно естественно его заиспользовать. Когда вы его используете, подумайте, прежде всего, по поводу инварианта класса. Может быть, окажется, что на самом деле у вас должен быть либо паблик, либо private на самом деле. И как-то по-другому, другой интерфейс, может, какой-то должен быть. Окей. Сказав про Protected, я бы хотел обозначить еще одну такую не менее легендарную вещь, которая очень, на самом деле, дебильный пример. Но я, не знаю, может быть, у вас его даже разбирали, я не знаю. Он, обычно, когда про него вспоминают, люди начинают смеяться. Но я думаю, что даже в таком дебильном примере, я думаю, что можно немножко, ну, некоторые вещи проговорить. Может быть, вы когда-то слышали такой вопрос. Напишите в чат, пожалуйста, если вы слышали или нет. Должен ли квадрат наследоваться от прямоугольника или прямоугольник от квадрата? Слышали ли вы что-нибудь про него? Если слышали, то какой на него вы слышали ответ? Мне интересно. Ну, в чате пишут. В чате пишут очень разные вещи. Значит, то есть, во-первых, есть много людей, кто пишут, что слышали. Значит, есть человек, который пишет квадрат от прямоугольника, наверное. И я, наверное, даже могу прокомментировать, откуда идет такая логика. Обычно говорят, ну, рассуждают примерно следующим образом такое совсем упрощенное рассуждение. На грани, мне кажется, некорректного. Что, типа, вот у нас, допустим, не знаю, у нас f-стрим наследуется от острима. Мы можем сказать, что у нас f-стрим является остримом. Вот. Если мы в такой логике воспользуемся с квадратами и прямоугольниками, мы можем сказать, что, поскольку у нас квадрат является прямоугольником, то, может быть, он должен быть производным типом от прямоугольника. Значит, есть вопрос в чате, а в чем логика наследования прямоугольника от квадрата? Я скажу, что бывает, ну, как бы, это не то, что я, как бы... Вот, давайте посмотрим. Я дебильный, конечно, пример, но давайте все-таки. Как бы, квадрат хранит одно число, а прямоугольник добавляет к нему второе. Есть люди пишут, что любой квадрат – это прямоугольник, но любой квадрат. Но у квадрата есть инвариант, что v равна h, поэтому это не очень. Значит, смотрите, да, я хочу здесь... Прежде всего, мне хочется здесь сказать, что это очень нежизненный пример. В том смысле, что... Вообще, в чем здесь сложность, да? Первая сложность в том, что, как я в самом начале еще той лекции сказал, что никогда не надо дизайнить иерархию просто в воздухе. Нам всегда нужно дизайнить для каких-то использований. Вот. И в данном случае, поскольку нам не сказали использование, то что вообще мы можем сделать, как бы... Непонятно вообще, что от нас хотят написать. Да, вообще, какие данные, какими данными они характеризуются, какой интерфейс они должны иметь, тому подобное. Вот. И на самом деле, если я вам начну фиксировать, какие нужны данные, и какой нужен интерфейс, то дальше уже будет понятно просто... Как бы... Что и как. Ну, обычно, даже просто естественным будет это выглядеть. Значит, поэтому давайте мы зафиксируем, что мы хотим. Давайте мы хотим, чтобы эти классы просто хранили свои размерности. То есть, длины сторон, ничего больше. И давайте скажем... Дальше вопрос, какой интерфейс мы хотим, чтобы они поддерживали. И... Как бы... Ну, мы, наверное, хотим какой-то интерфейс типа сетеров, гейтеров. Что-то в таком духе. Вот здесь я хочу такой... Еще... Да, давайте забегая вперед, сразу скажу, что... Если вас спрашивают что-то такое на собеседовании, то, конечно же, следует отвечать... Вряд ли от вас спрашивают, ну, как бы пытаются какие-то умные рассуждения хотят. Скорее всего, от вас хотят что-нибудь простое, что типа там... У них общий базовый класс, и все. Вот. Но я бы хотел немножко, как бы... Потом еще на это посмотреть. Вот, смотрите. Почему... В каком смысле мы... Почему мы могли бы, например... Давайте вот скажем такую вещь, да. Почему вот такое наследование, оно плохое. Ну, здесь как бы, понятно, я могу каждого из этих классов написать сетеры гейтера, и все, как бы, все будет. Смотрите, какая проблема. Пусть у меня есть функция, которая называется area. Она принимает квадрат. И я знаю, что площадь квадрата это... А умножить на А. Если я передам в эту функцию прямоугольник, то эта функция отработает неправильно. И вот это вот, как бы, вот это вот, как скажем так, противоречие, которое мы получили в каком-то смысле, да, это на самом деле использование то, что называется LISC of Substitution Principle. Ну, да, вот, если вот так, да, что функции, которые используют базовый тип, должны иметь возможность использовать подтипы базового типа, это производные типы, не зная об этом. Вот это, я бы хотел сказать, это очень важное свойство, которое вы должны удовлетворять, когда вы наследуетесь от чего-то, да. То есть, то, что вы наследуетесь, скажем, от Square, это значит, что все чуваки, которые ничего про вас не знают, если вы, как бы, им придете, то они должны отработать корректно. Да, то есть, это вот такой вот момент. Кто-то мог бы сказать, что, как бы, ну, вот, может быть, нужно в обратную сторону, да, то есть, как бы, было там такое в чате, что ректангл базовым, ректангл базовым. Давайте просто пофантазируем. Ну, здесь у меня первая сразу сложность возникает, да, что смотрите, как у нас, у нас уже данные становятся какими-то странными, да, то есть, у нас, если мы в ректангле храним данные, то уже получается в Square, как-то они, получается, данные избыточны, как-то, да, не знаю. Но даже если мы не храним данные, даже если мы просто, например, делаем функцию, что-то вроде функции set, которая позволяет, допустим, пусть просто это абстрактные штуки, да, да, то проблема в том, что вот уже такому интерфейсу Square удовлетворить не может, потому что, то есть, как бы, если в нашем базовом классе, в базовом ректангле мы делаем такую функцию, то для Square он ничего хорошего сделать не может. я бы хотел сказать, что вот это все, оно на самом деле зависит от, как бы, того, какой интерфейс, как бы, мы требуем. Вот, смотрите, какой момент. я бы хотел сказать, вот, смотрите, вот, если у нас интерфейс такой, что, скажем, допустим, сейчас приведу пример, как бы, вот, сетить отдельные компоненты, да, как бы, отдельный x, отдельный y, мы не можем вот так вот наследоваться, да, но гетить отдельные компоненты, вполне себе, пожалуйста, да, то есть, в каком-то смысле, то есть, как бы, set side length, да, пожалуйста, да, нет проблем, и достать отдельно, там, ну, давайте, ширину, высоту. В каком-то смысле, да, но важно то, что мы не можем здесь сделать интерфейс, когда у нас сетятся отдельно ширина, отдельная высота, и мы не можем сделать, как бы, getter, который одну из них возвращает, но, с другой стороны, теоретически, мы могли бы сделать в обратную сторону, да, то есть, мы могли бы сделать set, сейчас давайте, get side length, потому что для square она вполне себе применима, да, нет, она не применима, сейчас, 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 Продолжение следует... 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 Давайте так скажем Что оба этих типа Поддерживают вот этот набор операций При этом ректангл поддерживает операцию Такую, что мы можем сетить Отдельно ширину, отдельно высоту То есть, как бы, ну, собственно, это свойство ректангла И в каком-то смысле свойство square Это в том, что мы можем взять Как бы страну, как одно число Понимаете, да? То есть, вот как бы из, в каком-то смысле Из шести операций, которые Ну, вообще, теоретически возможны У нас для обоих из них вот три работают А остальные, как бы, только для некоторых из них И вот я бы хотел сказать, что Теоретически в каком-то совершенно Искаженном случае Смотрите, если нам нужны все шесть этих операций То мы не можем ни в ту, ни в другую сторону исследоваться, да? Но теоретически, если нам нужно всего лишь подмножество Этих операций Например, допустим, нам нужны только геттеры Вот только getVist, getHit То теоретически До определенной степени Мы могли бы так сделать То есть, отнаследоваться, скажем Ну, допустим, эти две функции Мы могли бы сказать, что это свойство ректангла, да? И тогда square может им удовлетворять Вот Я бы хотел сказать, что Ну, вообще, надо понимать, да? Что это пример достаточно Как бы такой Нежизненный И Опять же, полагаться на операции бывает Ну То есть, я считаю, что это правильно Это правильно, но Скажем так Понятно, что набор операций Который нам, допустим То есть, сейчас он один Мы можем потом захотеть другой И от этого может Может оказаться, что у нас Иерархия будет Ну, понимаете Как бы Ее придется как-то перекрячивать Вот Поэтому Я сразу скажу, что Как бы Вот Блин, очень плохо Очень плохо у меня получилось Это все проговорить Давайте Итог Что Исходите из того, что Когда вы Как бы Если вы вдруг пытаетесь Сделать Какую-то иерархию Исходите из того Какие вам нужны операции Это первое И второе Нужно ли вам действительно Полиморфное поведение То есть, словно говоря Нужно ли вам действительно В функцию Которая принимает Не знаю Square Передавать ректангл Или нет Словно говоря Потому что Если это Не нужно То Не стоит так делать Вопрос в чат А мы хотим, чтобы GetSideLength Был виртуальным Смотрите Я здесь расплетел Специально на сетеры На гетеры Просто чтобы Было понятно Потому что видите Оно Ой Как бы Вот эта Вот эта штука Для сетеров Для гетеров Как бы Они немножко По-разному себя ведут В том Кто что может реализовывать Ну да Вот Кстати Все Я понял По этим функциям Я могу теперь составить Составить такую Дебильную Но Возможный пример Вот смотрите Как бы SetSideLength Есть у обоих Соответственно Сетеры Есть только У ректангла То есть Если у нас Допустим Мы хотим Только Гетить То в обратную сторону Значит То в обратную сторону Тоже Как бы Непротиворечивая Иерархия В каком-то смысле А если нам нужно Как бы И сетить И гетить То оно Как бы Не в ту сторону Не в ту сторону Не работает Вот Но поскольку Как бы Ну понятно Что Наверное Мы хотим И сетить И гетить То кажется Что как бы По смыслу Кажется Естественным То Не в ту Ни в другую сторону Не работает Но теоретически Мы могли бы сделать Базовый Какой-то Общий интерфейс Который Вот эти три Операции Выносит Внутри себя Ну В себя Как бы Вот То есть Еще такой момент Хочу сказать Раз уж мы говорили Про это Что вот это Вот Как бы Из Из Э Как бы Вот эта проверка Я хочу сказать Что очень часто Как бы Ну Она может Давать Очень Плохие Она очень плохо Бывает Подходит По следующей причине Что на самом деле Класс мы можем назвать По-разному То есть То есть Понимаете Да Мы можем Назвать Класс Там Я не знаю Волюм контроллер Волюм провайдер Волюм еще что-то И мы Как правило Вот В зависимости от того Как мы Ну Скажем так В зависимости от того Как мы его назовем Ответы на эти вопросы Является или не является Они могут Разные И На самом деле Оно Ну Как бы Вообще говоря Должно работать Именно в обратную сторону То есть Мы сначала должны Понимать Что от чего Должно следоваться И дальше Называть их Соответствующим образом Чтобы проверка И заработала Да А не так Что мы сначала проверили Ну мы придумали название Как бы Сейчас Как бы А потом думаем Как нам теперь Отнаследоваться С нынешним С получившимися названиями Да Чтобы это выполнялось Вот Поэтому Как бы Да Это Это очень Важный момент Вопрос в чат А можно просто Когда мы у квадрата Будем делать сет Он будет и вторую сторону К этому приравнивать Смотрите Как бы Если вот это Специальная такая функция Которая типа Сетит обе стороны То это Разумно Если функция Которая сетит Вот у нас функция Которая сетит Отдельно То смотрите Будет какая проблема Например Ну F Которая Принимает Ректангл Я не знаю Там Например Set Вид 1 Set Height N Вот понимаете Как бы Эта штука Ожидает Что она Превратит Ректангл В полоску 1 на N В нашем случае Квадрат Он как бы Это Испортит Это свойство То есть Имея такой интерфейс Как бы Ну Как бы Квадрат в эту функцию Уже не передать Короче Короче Научная Научная Короче Терминология Это вот такая То есть Что В любой Как бы Любая функция Которая у нас Как-то работает С базовым типом Она должна Корректно Отрабатывать И с нашим Производным типом Так У нас Все ли хорошо С этим Да Все хорошо Любая функция Которая работает Для базового типа Она должна работать Для производного Тоже И это Если для нашего Производного Оно не имеет смысла То значит Мы не имели права Наследоваться В каком-то смысле Вот Так Ладно С этим вопросом С этой фигней Разобрались Теперь Мы переходим К Самому Интересному И самому Самому Сложному Наверное Я бы хотел Немножко поговорить Про Про множественные Наследования Значит Ну Понятно Что есть Какие-то Какие-то Простые Случаи Например Как Например Там Не знаю Какой-нибудь F-Stream Который Он имеет Несколько Базовых Классов Как мы уже Говорили Что он имеет О-Stream Который Стрим Вывода Но Также Он имеет Например I-Stream Который Стрим Ввода Ну Я думаю Что это То есть Понятно Понятно Откуда Это Идет Чтобы Поговорить Про Чуть Более Сложный Случай Но Обычно Приводят Пример Какого-то Такого То Что Называется Ромбовое Наследование Это Когда у Есть Какой-то Базовый Класс От Него Два Производных И От Этих Производных Еще Как Бы Еще Производные То Почему Такой Пример Часто Говорят Потому Что Не Потому Что Он Сильно Часто Встречается Потому Что Он В каком-то Смысле Является Минимальным Примером Когда У нас Один Базовый Класс Как бы Встречается Дважды Значит Прежде чем Начать Говорить Про это Я бы Хотел Спросить Такой Вопрос Как Вы Считаете Если Я завожу Вот В этом Классе Х То Как Думаете Сколько Копий Х У нас Будет В Типе Д Будет Ли У нас Там Один Х Или Будет Ли У нас Там Два Х Это Первый Вопрос И Второй Вопрос Какой бы ответ На это Вы Почли бы Сами То есть Сколько Копий Х Сейчас Содержит Д И Сколько Вам Хотелось Нормально Музыка Типа Типа Продолжение следует... Разные люди пишут очень разные соображения. То есть, в общем-то, почти все варианты перечисляются. Давайте я отвечу на этот вопрос. Значит, в том виде, в котором оно сейчас написано здесь, у нас D будет иметь две копии X. Дальше может возникнуть вопрос. Ну а если мы обращаемся к, скажем, DX, то что произойдет? Произойдет то, что я что-то неправильно написал. И смотрите, ошибка компиляции, которую мы здесь получаем, она следующая, что Request for Member X из Ambiguous кандидатами являются... Ну, не очень хорошая ошибка. Давайте я покажу, наверное, чуть-чуть лучше ошибку. Если, я думаю, Кланг нам нарисует... Ну да, вот Кланг нарисовал красивую ошибку. Кланг написал следующее. Non-static member X найден в нескольких sub-objectах базового класса, типа A. D, B, A и D, C, A. Здесь, наверное, он нам прям пишет научную терминологию. Смотрите, такого рода вещи... Нам нужна какая-то терминология, чтобы об этом рассуждать. Говорят следующее, что у нас есть объект типа D. Ну и понятно, что он в каком-то смысле содержит B, содержит нутри сет C, содержит нутри себя A, даже две. И вот это вот называется sub-objectами. Ну, то есть мы можем сказать, что у нас D содержит нутри себя два sub-object типа A. Один sub-object внутри B и один sub-object внутри C. Когда мы так вот обращаемся, ну, действительно, мы не знаем, хотим ли мы B-шный или хотим ли мы C-шный. Мы, кстати, можем специфицировать то, как я показывал в прошлый раз, когда мы указываем конкретно, можем сказать, B-двыточный точек X, если мы хотим S-B, или C-двыточный точек X, если мы хотим S-C. Вот. Значит, теперь вопрос на то, что... А что бы вы хотели? Как бы вам хотелось? И на этот счет я бы сказал, что на самом деле разные задачи, они, ну, бывает, что возникают разные желания. Я вот приведу, ну, скажем так, пример. Давайте приведем пример, когда мы хотим. То есть, ну, как бы, пример то, что хотелось бы 1. Ну, кстати, много спрашивают. То есть, пишут, это значит, что, в принципе, вопросов не возникает, почему, может быть, хотелось бы 1. Значит, давайте я скажу, когда, может быть, хотелось бы, нам действительно хотелось бы 2. Дело в том, что вот этот вот A, это может быть какая-то вообще деталь реализации наших B и C. То есть, ну, я не знаю, там, допустим, представьте себе, что этот A, это на самом деле, там, не знаю, какой-нибудь таймер или еще что-нибудь такое, какой-нибудь внутренняя штука, которая, там, не знаю, имеет какой-нибудь, там, не знаю, вон, тик, да. Вот. И B его как-то сам зааверайдил. C его как-то сам зааверайдил. То есть, это вообще, это вообще, короче, какие-то такие, знаете, private детали реализации, каждый из этих. Да. И вот в этом случае, то есть, ну, как бы там, понятно, у B какой-то свой таймер, у C какой-то свой таймер. Единственная причина, почему это базовый класс, да просто для того, чтобы функцию зааверайдить. Как бы, и вообще они не хотят никак, чтобы наружу торчало вот это свойство, то, что они внутри наследуются от таймера и тому подобное. То есть, это use case номер один. Use case, когда мы хотим общий, значит, давайте мы сначала про виртуальные функции поговорим и про касты. И вы тогда поймете, почему это может действительно хотеться, чтобы мы хотели, чтобы он был общий. В каких случаях. Значит, теперь давайте поговорим про доступ к мемберам. Ну, понятно. Да, то есть, мемберов, как бы их, в каком-то смысле, несколько sub-objects. И, соответственно, мы должны, как бы, выбрать x, из какого sub-objects мы хотим. Теперь еще один момент. Вопрос приведения... Давайте я все-таки a ставлю. Теперь вопрос с приведением типов. Вот если я напишу вот так вот, a ссылка a равно dd, то вопрос, опять же, какой из sub-objects у меня выберется. Ну и в этом случае ровно тот же самый эффект. То есть, мы... Непонятно, какой sub-object выбрать, и поэтому ровно такая же ошибка. Ambiguous conversion from derived base to base class A. Несколько возможных sub-objects. Так скастовать нельзя. Нам нужно, ну, например, через один из них пойти. То есть, например, мы можем сказать, что я хочу через b. Возможный вариант. Значит, по поводу функций. Представьте себе на секундочку, что у нас здесь функция f. И кто-то мог бы сказать, там, не знаю, функция, которая, я не знаю, там, выводит hello. Кто-то мог бы подумать, что для функции оно как-то по-другому работает. Но, ну, я не заинкодил его стрим. Кто-то мог бы подумать, что для функции оно точно так же работает. Ну, по-другому как-то работает. Но на самом деле ровно то же самое. Дело в том, что функция, она... Понимаете, когда вы ее вызываете, она же оперирует с x. И ей нужно знать, с каким x оперировать. Ну, а если на самом деле, да, то она принимает this. И надо понимать, вот это this, какого sub-object у нас выбирается. То есть, в каком-то смысле здесь вот ошибка вызова этой функции возникает из-за того, что мы не понимаем, ну, не знаем, this, какого sub-object имеется в виду. Non-static-member-f found in multiple-base class sub-object. То же самое все, да? Вот. То есть, и с функциями ровно то же самое, да? То есть, нам нужно явно указать, какую из них... Какого sub-object, эту функцию мы хотим. Какой из их передать. И, наконец, последний нюанс, который, я думаю, что более-менее, ну, само собой разумеющийся, но я все-таки хотел бы его обозначить. Вот представьте себе, что у нас... Пусть у нас есть функция в базовом классе. Давайте я ее сделаю абстрактной. Мы тогда сразу по ошибкам компиляции увидим, что что-то не так. Вот, смотрите. Я сделал здесь абстрактную функцию в A. И у нас, ну, как бы, картинка, понятно, что у нас, как бы, есть один A, который базовый класс B, и один A, который базовый класс C. Вот если я просто возьму за оверайжу функцию в B, то этого будет недостаточно, чтобы сделать класс D как бы не абстрактным. Потому что вот этот вот A, который для sub-обжекта из C, он все равно, как бы, как сказать... Он все равно остается абстрактным, да? То есть и C тоже должен его как-то за оверайд. Причем они могут его как-то по-разному. Давайте я даже, может быть, это покажу. Запустив, представьте себе, что у меня... Я здесь выведу... Я здесь делаю вот так. А здесь делаю вот так. Теперь вы можете спросить, как бы, а какая функция, если я вызываю F? Понятно, какая, да? То есть это ambiguous. То есть мы не можем решить, какую, да? Если мы приведем, например, к A и попытаемся вызвать, то тоже непонятно, потому что приведение непонятно к какому-то приводить. Но если мы начнем, например, приводить... Я не знаю, давайте покажу как-нибудь. Скажем, допустим... Давайте вот так. Статик, каст, к B звездочку. И потом вызвали вот так. Потом, например, C звездочку. И вызвали F. То, что мы получим, как бы, видите, да, что сначала вот этот вызвался, выдал одно, это вызвался, выдал другое. В каком-то смысле вот вы можете думать об этом, что они работают, вот разные sub-objects, они работают как отдельные объекты. То есть у них у каждого своя таблица виртуальной функции. И мы можем... У одного из них F заверажено в одну функцию, у другого F заверажено в другую функцию. Возникает, опять же, если вопрос, зачем это нужно, думайте об этом, что эти A это детали реализации B и C. Просто по какой-то причине здесь не написали private или что-то таком. это вот то, как работает, ну, скажем так, множество наследований, если мы ничего специального не написали. На самом деле есть в компинаторе есть, ну, в языке есть opt-in способ сделать так, чтобы эти базы A, чтобы эти sub-objects стали, как бы, одним sub-objects, чтобы эти базы стали одним sub-objects. Вот. И для этого используется ключевое слово virtual. Вот. Но я сразу хочу сказать, что это вот именно, как бы, переиспользование ключевого слова. И, может быть, больше следовало бы, как бы, если бы мы выдумывали ключевое слово, может быть, о нем стоило бы думать как о ключевом слове что-то типа шарит, ну, что-то в таком духе, да. Когда мы пишем на базе, что она virtual, это означает, что мы, как бы, ну, это называется, опять-таки, виртуальная база, но семантика у этого такая, что мы готовы эту базу шарить с другими классами в иерархии. Да. И для конкретной иерархии все виртуальные базы, они склеиваются в один sub-object. Значит, давайте ровно то же самое последовательность действий, которую мы сейчас сделали, приведем с уже теперь виртуальными базами. Значит, как это работает? Ну, во-первых, во-первых, для случая с переменными все просто. У нас теперь один sub-object, и когда мы обращаемся к x, то это совершенно понятно, что имеется в виду, то есть он, ну, потому что он один, и мы сейчас не имеем никакой ошибки компиляции, потому что у нас он один. Точно так же приведение к a это теперь корректная операция, потому что у нас один sub-object a, и совершенно понятно, к чему теперь приводить. То есть нет, здесь нет никаких вопросов. То же самое с функциями. То есть, если мы делаем функцию, мы можем ее прекрасно вызывать, и понятно, какой zys ей передастся, то есть ей передастся zys, ну, какого a, да, потому что a здесь один, поэтому никаких вопросов нету. Вот тот, что есть, тот и вызовется, да, единственный, который есть. Немножко интересно себя ведут виртуальные функции. Вот смотрите, поскольку у нас теперь в каком-то смысле sub-object 1, поскольку у нас теперь в каком-то смысле sub-object 1, то вот, ну, предположим, что мы сделали как бы виртуальную функцию. Если так скомпилировать, ну, понятно, что это функция абстрактная, мы не пытаемся создавать объект такого типа, ddaaf. Can it declare variable dd to be abstract type? Теперь смотрите, если мы заоверайдим эту функцию, например, в b, то это компилируется и вызывается, ну, понятно, функция sb. Если мы заоверайдим эту функцию в c, то это компилируется и вызывается функция sc. Может, один какой-то вопрос, а если мы заоверайдили эту функцию и в b, и в c? В этом случае мы получаем сообщение об ошибке. Давайте я его прочитаю. NoUniqueFinalOverrider для виртуальной функции afd. Давайте, может быть, кланк мне даже лучше сообщение напишет. Давайте посмотрим, что мне кланк напишет. виртуальная функция af имеет более чем один final overrider в d. Дальше он пишет, какие есть final overrider af в b, final overrider af в c, ну понятно. То есть, что мы можем сделать, если мы пишем класс d? Как вариант мы можем сделать следующую вещь. Мы можем написать свою функцию f и просто переиспользовать, например, сказать, что мы хотим функцию из c. Например. То есть, ключевой момент в том, что у нас в нашем производном типе должно быть четко понятно, какая единственная функция, которая overrider эту f. Собственно, давайте я скажу, как это может использоваться. Использоваться это может следующим образом. Бывает такая ситуация, что вы хотите реализовать какой-нибудь интерфейс и вы хотите реализовать его частично. Например, представьте себе, что у вас есть функция в интерфейсе какие-нибудь fgh и у вас есть какие-то вспомогательные классы, но я буду называть их не очень псевдоназванием, но давайте скажем, что есть какая-то вспомогательная штука, которая реализует f, может быть какая-то вспомогательная штука, которая реализует g. То есть мы можем написать какие-то базовые классы, которые нам помогают реализовывать. И дальше, когда мы делаем наш класс, уже конкретный какой-то derived класс, мы можем сказать, причем чтобы эти штуки комбинировались, мы их делаем virtual. И теперь, когда мы делаем наш класс, мы уже говорим, что я хочу f, mpul, g, mpul, может быть что-то еще. И как-то дальше сам. h уже реализую сам, или может быть еще какой-то у меня h-imple есть. То есть это способ, который позволяет классам реализовать в интерфейсе часть функций, а остальное оставить. это позволяет нам сделать кусочки реализации и дальше потом их комбинировать, чтобы получать уже какие-то полноценные классы. То есть может например эта штука отвечает за один аспект поведения, эта штука отвечает за другой аспект поведения и тому подобное. Я сразу скажу, что это не единственное, это понятно, что бывают чуть более хитрые ситуации, которые тоже можно через это будет выражать. то есть например мы могли бы сказать, что если допустим вот эти компоненты, из которых мы составляем наш класс получившийся, скажем если они допустим одна зависит от другой, мы можем точно так же одно от другой отнаследовать и тогда допустим в данном случае это бессмысленно, но мы можем какой-нибудь какой-то содержательный пример, конечно, чтобы это объяснять. Но идея такая, что если один из них наследуется от другой, то это означает, что он затягивает другую тоже. Таким образом они могут друг на друга ссылаться. Это как бы в целом скажем так, если у вас если вы вдруг решаете задачу, короче, понятно, что здесь как бы все возможные комбинации, как можно комбинировать вот так вот классы, я не перечислю, но общая рекомендация, что если вдруг оказывается, что вы решаете задачу, когда вам нужно вот из таких вот кусочков составить класс, то вы можете иметь ввиду, что вы можете использовать виртуальное расследование, и оно позволяет выражать вот эти идеи, то, что обычно это что такое, то вы часть функций заверайдили, часть оставили. Может быть какие-то вопросы у вас возникнут на эту тему, потому 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 что я не уверен насколько это все виртуальное да, я скажу еще такую вещь, что обычно виртуальное наследование это то, чем людей пугают. Но я могу сказать, что при решении такой задачи мы пытаемся интерфейс реализовать частично. Я бы сказал, что обычно это вещь, которая в каком-то смысле самый простой код дает. Потому что любая попытка чего-то такого как-то по-другому, написать обычно приводит к более страшному коду. Что-то чат молчит. Задумались. Ну ладно. Можно ли какой-нибудь пример такого наследования? Примеры, которые мне приходят в голову, но они, к сожалению, такие достаточно громоздкие долги, которые, не знаю, принимают DeltaTime. И у нас есть какая-нибудь функция render, которая рисует объект. И мы там, я не знаю, у нас вот эти игровые объекты могут по-разному рисоваться. Какие-нибудь способы рисования. я не знаю, спрайт. И он рисуется каким-то конкретным способом. То есть он как-то как-то рисуется. И понятно, что есть другие чуваки, которые тоже объекты, которые рисуются так, объекты, которые рисуются так, объекты, которые рисуются так. И то же самое может быть объекты, которые как-то двигаются, которые как-то на апдейт реагируют специальным образом. Например, я бы мог сказать какой-нибудь linear motion object, объект, который имеет фиксированную скорость и просто в апдейте как-то двигается. И таких тоже может быть несколько разных. Вот смотрите, я могу дальше взять и свой игровой объект, который я там, не знаю, bullet, я могу сказать, что он как бы с одной стороны, это там, не знаю, rocket, как бы я его составляю вот из двух таких частей. Но понятно, что вот этих, таких чуваков может быть много и таких чуваков может быть много. Значит, да, в чате пишут, то есть у нас есть три типа рендера, три типа апдейта и мы можем из них сделать 9 игровых объектов, не копирую код. Именно. Да, то есть мы можем дальше брать эти объекты и комбинировать их. В действительности у нас понятно, что, скорее всего, прямо вот такие вот абсолютно независимые чуваки их не будет. То есть наверняка как-то рендеру захочется как-то ссылаться на, не знаю, на позицию, например, да, получать позицию. А вот этот вот чувак, который, ну, линейное движение двигает как-то его, да, апдейтит, ему нужно будет позицию как-то обновлять, да. То есть на практике оно понятно, что оно не совсем независимое, да. Но мы можем это сделать тоже, выразить эту идею, да. То есть, условно говоря, как это можно было бы сделать, да. Допустим, спрайтовый объект мог бы сказать, что, ты знаете, мне нужен на самом деле, мне нужен какой-нибудь там, не знаю, позицию провайдера, ну, который, как бы, я не знаю, я так, псевдокодом, да, но. Вот. А linear motion object скажет, окей, хорошо, я, типа, тоже использую позицию провайдера, да. И теперь оказалось, что, как бы, если они оба используются, то вот они один и тот же, как бы, подкомпонент начинают использовать. Да, то есть, обычно зависимости между ними мы также можем, как бы, базовыми классами разрулить. Вот. Я скажу так, что вот этот пример конкретно может казаться достаточно, ну, может казаться достаточно сложным. Я не знаю, на самом деле, как это со стороны выглядит. Значит, я скажу честно, что вот кодовые базы, которые пытались достичь этого какими-то другими способами, я видел. Вот. Я могу сказать, что оно было гораздо-гораздо сложнее устроено. То есть, ну, как бы, если вот у вас... То есть, понятно, что можно по-разному такого рода вещи, такие вот, такого рода идеи выражать. Мне кажется, это один из самых таких простых способов. А нам явно запрещают создавать... Вопрос в чат. А нам явно запрещают создавать объект спрайт-обжект? Да, смотрите, к сожалению, ну, запрещают создавать, потому что он абстрактный, потому что у него не реализована функция апдейт. Если мы попробуем спрайт-обжект создать... То мы получаем ошибку. VariableTypeSpriteObject is an abstract class. Вот. Ну, теоретически, понятно, чувак может отнаследоваться от спрайт-обжекта, апдейт как-то перекрыть по-своему и получить уже не абстракт-объект. Вот. Хороший вопрос в чат поступил. А где виртуальная база хранится в итоговом классе и как родители получают на нее указатель? Ну, на самом деле, структура в этом случае у типов становится гораздо хитрее, чем то, что мы говорили до этого. Во-первых, я бы хотел сказать про таблицы... Да, да, смотрите. Во-первых, надо сказать про то, как это в памяти layout-ится. И здесь я, наверное, нарисовал бы картинку, попробовал. Хорошо. 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 Какое утро? Хорошо. Где у меня кисточка? А можно как-то мне залить его? Заливка. Вот так. Кисточка. Чёрным буду рисовать. Значит, смотрите. Я бы хотел здесь... Давайте такую иерархию рассмотрим. Когда у нас есть А, от него наследуется стрелочка, которые от производного к базовому идут. Вот так. И есть какой-то производный D, который от обоих наследует. То есть это базовый, это его производный, это самый производный. Вот смотрите. С обычным наследованием, когда у нас обычное наследование, мы могли бы сказать, что у нас B есть. И он внутри себя содержит под объект типа А лежит в нём. То же самое мы могли бы сказать про С, что у нас есть С, и в нём под объект типа А. Ну а D он как бы берёт и их все вот так вот объединяет. В каком-то смысле. То есть D он как бы такой вот большой, один на всех. Я, конечно, художник. От Бога. Значит, с виртуальным наследованием в каком-то смысле мы не можем сделать так, чтобы у нас, например, B содержал внутри себя А. То есть, ну, точнее, как сказать, мы могли бы сказать, что типа, смотрите, да, то есть, наверное, так надо сказать, что они, как бы не может такого быть, что и B и C содержат внутри себя А, потому что А должен быть только один. Да, то есть кому-то точно надо как бы не хранить А. Вот. Но на самом деле, поскольку мы, в общем-то, заранее не знаем, как их скомбинируют, то по факту получается, что эти объекты, они не должны хранить внутри себя Ашку вообще. Теперь, как бы это можно было теоретически сделать? Теоретически, ну, в компиляторе реализовать, да, теоретически можно было бы сделать следующую вещь. Вместо виртуальной базы, в B, вместо виртуальной базы, похоронить просто указатель. В C то же самое, похоронить просто указатель. И дальше эту А положить где-нибудь, там, не знаю, сбоку. И дальше все вместе это вот у нас будет, все вместе у нас это будет D. Все вместе это будет у нас производный тип. И как бы вот этот указатель, просто его в момент создания будут перенаправлять на вот эту общую базу. Вот. Но это бы приводило к тому, что на каждую новую виртуальную базу нам бы приходилось заводить по новому указателю. Вот. Делают на самом деле немножко не так. Во-первых, первое, что делают, это хранят не не указатели, а офсеты. То есть мы можем здесь похоронить просто, насколько А в памяти отстает от B. И насколько А внутри C хранится, насколько А отстает от C. Вторую вещь, которую надо обратить внимание, это то, что если у нас несколько виртуальных баз, то вот в составе, скажем, D, представьте, у нас там, допустим, не знаю, А1, А2, А3, А4, А5. Много вот таких вот виртуальных баз. У B и УС, то надо сказать, что у D, когда мы внутри класса D находимся, то у нас все вот эти офсеты ОА1, ОА2, ОА3 внутри B, они равны какой-то комбинации из пяти чисел. Эти числа не могут свободно меняться, они для фиксированного производного типа, для D, они фиксированы. Поэтому мы можем применить ровно ту же самую технику, которая применяется с виртуальными функциями. То есть у нас много указателей на функцию, но они обязательно все между собой связаны. И поэтому эти офсеты делают с ними то же самое. То есть вносят эти офсеты в отдельную таблицу, в отдельную глобальную переменную, а в классе хранят просто указатель на вот эту вот таблицу. В микрософточной терминологии это называется указателем на таблицу виртуальных баз. то есть в каком, то есть если давайте заново проговорю, как это будет выглядеть, B хранит внутри себя просто один указатель, в котором будет такая, который ссылается на табличку, в которой записано, что виртуальная база A1 у тебя по такому офсету, виртуальная база A2 у тебя по такому офсету, A3 по такому офсету. И эта табличка, одна указатель на нее проставляется один раз в момент создания объекта. и табличка это привязано к классу D, к тому классу, в составе которого B используется. это вот то, как, например, в микрософтечной реализации это делается, и у них каждый класс, который имеет виртуальные базы, он как бы еще на один указатель больше становится. В GCC реализации они немножко соптимизировали, и они переиспользуют указатель на таблицу виртуальных функций, они в нем же хранят и офсеты виртуальных баз. То есть у них как бы вот эта таблица, она и виртуальные функции хранит, и виртуальные базы хранит. Окей. Я обещал, что я скажу, как, помните, я говорил про такую вещь, что у меня есть, давайте, вот пусть у меня была такая штука, что пусть у нас есть какой-то базовый класс, какой-то, может быть, интерфейс, и у нас могут быть какие-то derived классы, я напомню, что я не сказал, да. И сейчас, блин, я очень резко перешел к этой штуке, начал бивать код, то есть, давайте, так скажем, вот вопрос в чат был, который, а где виртуальная база хранится в итоговом классе, и как родители на нее получают указатель? Ответил я на этот вопрос, или есть еще там вопросы? все понятно, окей. Я говорил про такую вещь, что смотрите, у нас, как бы, когда вот мы сегодня проговаривали, я говорил, что для одной из примеров использования и наследования, это когда мы берем и какой-то у нас есть, допустим, общий кусочек реализации между двумя классами, и мы его взяли и вынесли в промежуточный класс. То есть, у нас вот эти вот derived1, derived2, как бы, да, они могут, ну, иметь какую-то общую реализацию. Я тогда сказал, что, смотрите, теоретически, хотелось бы здесь написать private, но мы не можем написать private, ну, хорошо, давайте, derived2 я удалю, потому что derived2, ну, просто мысленно будем думать, что он существует, ну, понятно, он нам сейчас не принципиально. Вот, я сказал такую вещь, что, как бы, хотелось бы здесь написать private, но мы не можем, потому что в этом случае у нас наш тип нельзя будет кастовать к base, внизу, потому что, если я вот так вот просто напишу, то derived, давайте, void4, override, если я напишу так вот, derived2, и попробую его скастовать к base, то это просто не получится у меня. Так вот, на самом деле, можно сделать, чтобы он кастовался, и все было хорошо, просто для этого надо написать здесь virtual, и здесь нужно сделать virtual. И вот в этом случае мы, с одной стороны, мы скрыли вот этот факт того, что у нас вот эта реализация есть, с другой стороны, мы получили, как бы, вот, видите, что мы теперь приводим к base. Здесь кто-то может сказать, типа, что есть такая тонкая, ну, то есть, типа, вот здесь вот, понятно, можно full вызывать. Кто-то мог бы сказать, что есть некоторая сложность с тем, что мы не можем defu вызывать в этом случае, потому что у нас это, это как бы private, да, то есть partial implementation, поэтому мы не можем сюда обратиться. если вы хотите вот совсем, хорошо, но у нас сейчас нет времени про это поговорить, но я думаю, что мы когда будем про name space рассказывать, я еще к этому вернусь, что есть такая конструкция using, которая позволяет, скажем, смотрите, мы можем какую-то функцию, которая у нас, например, была, есть в базовом классе, private, мы ее все равно можем вытащить в паблик интерфейс. И для этого используется using, он еще используется там для name space, но по name space мы пока не говорили. Я на самом деле могу написать здесь using private implementation full. И вот в этом случае у нас, ну, действительно, мы получим вот тот эффект, что наш direct класс он реализует некоторый интерфейс какой-то, какой-то такой вот реализации частичной, да, и потом может еще сам что-то донастроить. Вот. При этом эта штука private и она никак наружу не торчит, что она существует. Вот. К сожалению, я бы сказал так, что это не то, чтобы сильно распространенная практика вот так писать, да, то есть как бы, ну, понятно, что виртуальная база обычно их не используют из-за того, что боятся, что там накладные расходы на них какие-то будут больше, чем на обычной базы. Бывает просто люди, люди пугаются всего незнакомого, да, и поэтому я бы сказал, что, ну, такая вещь, она как бы, хотя, на мой взгляд, она совершенно как бы, ну, как бы дает вот этот бонус, да, то, что мы скрываем факт, как бы не выдаем в паблик интерфейс, переиспользуем реализацию, но с другой стороны, не выдаем в паблик интерфейс то, что у нас есть какие-то тут промежуточные классы. Минус у этого в том, что это, наверное, не то, чтобы сильно распространенная идиома, и поэтому, если кто-то столкнется с таким кодом, он может очень удивиться, что, почему это здесь так, а почему здесь так, а почему здесь так, а почему здесь так, а то есть, как бы здесь, можно, ну, просто, как бы, то есть, ну, понятно, что, как бы, может, 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 как бы, как бы, что люди все, к чему не привыкли, у них все вызывает вопросы. Поэтому, может быть, аргумент в пользу того, чтобы так не делать, просто чтобы людей не пугать лишний раз. Вот. Так, ну, у нас по времени 10 минут. Вот. Это значит, что мы уже... Можно закругляться. Если какие-то вопросы, то задавайте. Из того, что мы с вами поговорили. Ну, ладно. Что-то чат молчит. Значит, если никаких вопросов нету, то тогда, я думаю, что с этой темой можно... О, еще пишут. Можете еще рассказать, как Virtual A хранится в памяти? Давайте я попробую. Может быть, мы можем в Compiler Explorer это увидеть. Давайте попробуем. Вот пусть у нас есть, допустим, Base. И пусть у нас есть Derived, который Virtual Base. Я думаю, что мы прямо в Compiler Explorer увидим. И теперь вопрос. Мне приходит... У меня функция, к которой ей приходит Derived. Пусть Derived ссылка. Вот такая штука. То есть рассмотрим такой вот прямо минимальный код. FilterUnusedTablesDirectivesCommence. Вот смотрите, что здесь делается. То есть, как бы, внутри класса начинает храниться... Внутри класса Derived, поскольку он имеет виртуальную базу. Начинает храниться, ну, как я сказал, как бы, указатель... Если в Microsoft реализации, то это бы хранился указатель на таблицу виртуальных баз. Если в GCC реализации, то он совмещен как бы... Таблица виртуальных баз и таблица виртуальных функций. Это одна таблица. Поэтому... Вот у нас здесь, ну, GCC-кланг, поэтому мы... Как бы, это будет совмещенная таблица. Вот смотрите. То есть мы... Нам пришел наш D, указатель на наш D. Что мы делаем? Мы, во-первых, вот это вот чтение в RCX записывается указатель на таблицу... Вот как раз таблицу виртуальных функций и таблицу виртуальных баз. То есть вот это вот в этой штуке в RCX попадает. А дальше что мы сделали? Мы оттуда по смещению 24 то есть прочитали какой-то offset и его прибавили. То есть вот по смещению 24 как раз там хранилось то, насколько надо отступиться от Zys, чтобы получить базу. Сколько конкретно это будет? Это зависит от конкретного типа. То есть вот когда нас будут использовать, то наш derived будет в какой-то, понятно, большой-большой иерархии. И конкретно вот этот XXX для него будет заполнена таблица и вот по этому смещению мы прочитаем нужное значение, насколько нужно сместиться. Можно даже посмотреть, я думаю, как выглядит эта таблица виртуальных функций, если она здесь есть. Что я не вижу, чтобы он писал. компилятор эту штуку печатал. давайте я попробую просто скомпилировать вот так. сейчас. "--m-as-m-intel", maybe I'm going to know what it называется, as-m-as-m-syntax. "--m-as-m-as-m-intel". Ой, блин! совсем я вступил. Так, и здесь минус S. И здесь минус S. Окей, теперь два точка S. Смотрим, что у нас здесь напечаталось. нам нужно, чтобы конструктор еще вызывался. Давайте конструктор куда-нибудь допишем. pass-ch accounting Derived fg derived fg д думаю, что-нибудь такого будет достаточно. я думаю, чего-нибудь такого будет достаточно. а можно его через OK, typeInfo forBase, typeInfo forBase, typeInfo forDerived, typeInfo forDerived, typeInfo forDerived, вот, the table forDerived, typeInfo forDerived, typeInfo forDerived, typeInfo forDerived. Интересно, откуда там берется минус 24, если честно. Хорошо, я прямо вот сейчас в коде не могу найти саму таблицу, ну, то есть, как бы, по крайней мере, я не могу сказать вот этот вот offset24. Я затрудняюсь сказать, как он здесь вот, откуда берется именно минус 24 здесь. Вот, поэтому, думаю, что надо внимательно посмотреть, что там происходит. Вот, но концептуально идея вот такая, да, что мы... Концептуальная идея такая, да, что мы берем, как бы... Наш тип, он хранит, по сути, такой указатель на таблицу оффсетов, по какому оффсету какая виртуальная база у него лежит. Вот, и когда ему нужно обратиться будет к виртуальной базе, он просто возьмет из этой таблицы оффсет, прибавит их к своему зысу и просто обратится. Еще какие-нибудь вопросы? Ладно, тогда, если нет вопросов, то я думаю, что на сегодня все. Вот, всем спасибо за внимание. До следующего раза. Хороших выходных. Не болейте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok